Народ, всем большущий привет! В этом выпуске я хочу показать один из вариантов устройства полов в бане. Получившиеся полы должны отвечать трем основным требованиям. Они должны быть утепленные, они должны быть проливные и отвод воды должен быть в определенное место, а не под баню. Данная баня выполнена на винтовых сваях, я постараюсь не затягивать, ну а вы делите свое мнение в комментариях, я думаю многим будет очень полезно почитать. Первым делом я торцую и нарезаю доски 150 на 50 в нужный размер. Следующим шагом я делю доску напополам и на полученной линии от нижнего края отступаю 11 см. Далее совмещаю эту метку с левым и правым верхним углом доски и провожу линию. Теперь лишь остается только отрезать, с этим без труда справляется ручная циркулярка. В итоге получились доски вот такой вот нехитрой формы. Обязательно обрабатываю все хим-составом. Следующим шагом я сразу решил закрепить брусочки, которые будут опорами для будущего утеплителя, а также крепежи балок. Крепить буду на белые саморезы и гвозди. После всех манипуляций доска в середине получилась ослабленная, но это не страшно. В процессе эксплуатации она не будет нести никакой нагрузки. Но теперь остаются полученные лаги закрепить на место. Крепить их буду с небольшой хитростью. Крайние балки я закреплю в одном уровне вровень с краем бруса обвязки, а средние на 1 см ниже этого края. К тому же средние балки я расположу на расстоянии 10 см друг от друга. Это нужно для будущего монтажа трапа. Его монтажный размер 10 см. Такой монтаж балок обеспечивают уклон в двух направлениях. В одном направлении уклон задается спилами, а в другом смещением уровня крепления средних балок. Теперь установлю трап и трубу вывода воды. Пока оставлю так, а в дальнейшем закреплю саморезами и пропеню. В районе предбанника было решено установить прямые балки, не подрезая. Итак, все закреплено и пришло время утеплителя. В качестве него я выбрал пеноплекс толщиной 40 мм. Такой толщины для полов в бане будет достаточно. Это помещение не для круглогодичного проживания, а лишь для кратковременного использования. Благодаря использованному пеноплексу было принято решение отказаться от использования чернового пола и ветрозащиты. Эти функции выполнит сам утеплитель, дав возможность немного сэкономить. К тому же пеноплекс имеет мелкоечественную структуру, благодаря чему не впитывает влагу. Его абсолютно не любят бактерии и плесени, а также другие микроорганизмы. Он абсолютно не интересен грузунам, но при всем при этом он абсолютно безопасен и соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам. Пока пена сохнет, я подготовлю листы ОСБ. Их толщина 12 мм. Для использования в нашей конструкции толщины этой вполне достаточно. Итак, монтаж ОСБ завершен. Далее мне понадобится битумный праймер. Праймер предназначен для гидроизоляции, а также грунтования бетонных, металлических и деревянных, как в нашем случае поверхность, для наилучшего приклеивания наплавляемого кровельного материала. Валиком я наношу его на всю поверхность ОСБ. Также захожу немного и на стены. Все готово, осталось лишь дождаться полного высыхания. Обычно на это уходит сутки. Для следующего шага мне понадобится кровельный материал стеклоризол. Его предстоит наплавить по всей поверхности мойки и парилки. Первым делом я заклею стыки ОСБ, отрезая несколько полосок и при помощи горелки слегка разогревая основание приклеиваю. Благодаря праймеру все держится просто великолепно. Ну а теперь тем же самым макаром наношу на всю площадь. Делаю нахлесты на стену для лучшей фиксации. На стене наношу праймер и фиксирую степлером. Скобы не дадут стеклоизолу под своим весом отвалиться, пока праймер высыхает. Еще раз проверю. Все держится отлично. Продолжение следует... В зоне предбанника заклеивались только стыки ОСБ. Также был установлен брус, который будет служить основанием для каркасной перегородки. На него также сделан нахлест. В итоге получилось основание, из любого места которого вода будет стекать в трап, а далее отводиться на улицу. И так все работает и остается лишь сделать лаги основного пола. Напиливаю доску, обильно ее обрабатываю и устанавливаю на свое место. Сам пол будет выполнен не из доски жестко закрепленной к лагам, а в виде щитов, которые будут съемные. И при необходимости их можно вынести на улицу, просушить или дополнительно обработать. А в помещении тем самым навести уборку, вымести все листья и так далее. На время отделки на лаги будут вложены обрезки доски. Что касается битумного запаха от стеклоизола, то его нету. Температура на полу в любой, даже в самой крутой бане не превышает 30 градусов. Это именно на доске, где мы ходим ногами. А под доской, где уложен стеклоизол, еще меньше. Но если уж очень страшно, то кровельный материал можно заменить обыкновенной оцинковкой. Итак, друзья, давайте подведем некоторые итоги. У нас получился проливной пол, отвод воды за пределы бани, к тому же он утеплен. В принципе, то, что и планировалось. Под баней всегда будет сухо, а сама баня будет прогреваться в несколько раз быстрее. Друзья, поделите свои мнения в комментариях, что вы думаете по поводу такой конструкции полов. Может кто-то делал что-то подобное. Если вам понравилось, поддержите лайком. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok